Первые трубки для выявления пьянок водителей появились у инспекторов ГАИ в начале 60-х. Причиной стало ужесточение ответственности за управление авто в нетрезвом виде. Штраф за повторное нарушение был в 100 рублей или лишение свободы на год. Теперь такие трубки стали историей. В разные периоды времени в госавтоинспекции используются различные приборы, различные средства, помогающие обеспечивать службу более грамотно. Здесь представлены и жетоны, которые использовали сотрудники ГИБДД разных эпох, и жезлы тоже разных эпох, и различные приборы, которыми пользовались ранее сотрудники госавтоинспекции. Есть здесь и фотографии взвода вертолетного патрулирования, который работал в 1978 году в Рязани. Просуществовал он недолго. В музее госавтоинспекции представлен и «Желтый Урал» 1990 года, который называется «Перехватчик». Служил он, правда, не в Рязани, а в Самаре. Однако это боевых заслуг не отменяет. Автомобили ГАИ тоже были желтого цвета. Из-за такой расцветки и звука сирены их прозвали «Канарейками». У нас появилась возможность даже перевоплотиться в сотрудника госавтоинспекции тех лет. Это можно сделать с помощью элементов обмундирования, которые также присутствуют и в форме моего безмолдного товарища. Берем инструкцию 1939 года, и в ней написано, что в обязанность постового регулировщика входит регулирование движения транспорта и пешеходов, что тогда, что сейчас, делается это вручную или с помощью жезла. Сам жезл тоже претерпел изменения. Первый появился еще в дореволюционной России. Им городничьи регулировали движение. Жезл был метр высотой и сделан из дерева. Жезл даже менял свой цвет. После революции 1917 года он стал красного цвета. Но это не потому, что красная революция, а потому что думали, что так удобнее, что его будет лучше видно. Однако потом проводились различные исследования, что в темноте глаз человека лучше определяет именно черно-белый цвет. В 90-е жезл изменил свою форму на округлую, со световозвращающим элементом красного цвета в центре. После вернулись к стандартной. Теперь эти жезлы находятся в музее ГАИ, вместе с формой, элементами обмунтирования и транспортом. Увидеть их можно в МРЭО в рабочее время, кроме воскресенья и понедельника. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.